приветствую вас давайте сперва я отвечу вам на вопрос который вы задаете а потом точнее на два вопроса а потом дам небольшие комментарии по поводу того что мне бы хотелось заметить именно в вашем тексте то есть на что мне хотелось бы обратить именно ваше внимание в тексте итак первое вы хотите за него бороться пишите вы несколько интересное интересное утверждение о том что вы хотите бороться за него но если вы желаете бороться в таком случае наверное нужно чтобы было с кем бороться правильно если я борюсь то я должна наверное ну знать с кем я борюсь соответственно о вашем тексте я не увидел чего-то такого что заставило бы меня думать что вам есть с кем бороться вот именно исходя из того что вы написали то есть вы не написали по факту ничего такого что мало бы как-то понять или почувствовать что у мужчины да и кто-то есть ваш конкурент вы и сами в общем говорите что как бы у него никого нет и вы это знаете что у него никого нет значит бороться не с кем а значит непонятно если вы собираюсь во как именно вы собираете бороться как именно вы собираете бороться это пожалуй первое пожалуй первое на чем я хотел бы заобрить ваше внимание Значит, второе, если вы имеете в виду именно то, чтобы быть мужчиной, то есть, если вы имеете в виду, что вы хотите быть именно с ним, что вы хотите как-то близиться с ним, то я полагаю, что здесь вам нужно найти некий такой... контакт с ним, который бы помог вам иметь с ним просто что-то общее, то есть, чтобы вы с ним, вот с мужчиной, да, чтобы вы имели что-то общее, чтобы между вами было что-то общее, чтобы вы взаимодействовали с ним на одной волне. Это, пожалуй, самое главное. Именно вот в том, что можно вам сказать. Это, пожалуй, самое главное. То есть, если у вас не будет контакта с ним, то я полагаю, что все усилия, какие бы они ни были, да, все усилия, какие бы вы не прилагали бы тому, чтобы с ним близиться, что все усилия, к сожалению, будут в никуда, потому что человек вас попросту пока что не воспринимает. Это нужно понимать. Итак, в один же момент вы поняли основное, что необходимо, чтобы вы постарались увидеть для себя, что может быть общего у вас с этим человеком. И вот уже в зависимости от того, что у вас будет с ним общего, строить отношения. Только так у вас есть возможность бороться за него. Как вы говорите, если это действительно правда, если у него действительно никого нет? Почему вы ему верите? Это вопрос отдельный. Почему вы верите ему в том, что у него действительно никого нет? Ну, это отдельный вопрос. Дальше. Значит, что ему могло не понравиться? Это второй вопрос, который вы задаете. И на этот вопрос ответить, к сожалению, не представляет возможно вам, по крайней мере мне. Потому что вы почти не раскрываете деталей отношений между вами. То есть вот вы пишете, что каждый день по WhatsApp общались, по интернету, значит... Так. Вот вы признаетесь, что у вас был интим по виртуальной связи. По общению он достаточно тяжелый человек, тяжелый на подъем всегда в работах и рабочих моментах. Сказал, что нелегкий по характеру. Вот очень важно для вас, чтобы вы сами интерпретировали, что это значит человек нелегкий по характеру. Потому что обычно нелегкий по характеру человек тот, кто многое держит в себе. Так называемый анальный тип. То есть это человек, который многое закрывает в себе. Человек, который привык сдерживать свои обиды. И, в общем-то, у него есть еще много разных других особенностей. Такие, как, например, ну, в общем-то, скрытый характер. Ну, жалевость. Значит, редкая эмоциональная близость. Ну, иногда там есть еще и некоторые физиологические качества. Ну, то есть чисто внешне. О которых, конечно, можно говорить. Но после предварительной оценки. Вот. Вы же, в свою очередь, мне напоминаете человека, который, напротив, нуждается в любви. Нуждаются во внимании, нуждаются в чем-то извне. Далее вы пишете, что, в общем, мне надоело ждать. А, у нас иногда заходили разговоры про серьезные отношения. И все должна была решить встреча. Это очень интересный момент. С одной стороны, вы пишете, что у нас иногда заходили разговоры про серьезные отношения. Но, простите, какие могут быть серьезные отношения, да, если вы даже не видели друг друга? Значит, кто был инициатором, вот, собственно говоря, этих разговоров? Кто был инициатором? Кто поднимал тему зеленых отношений? Самое главное, как можно планировать периодные отношения, да, если, грубо говоря, нет последних контактов между вами. То есть, как бы вы друг друга, грубо говоря, да, ну, ни разу не видели. То есть, о каком, о каких, точнее, серьезных отношениях может быть речь, где для меня догадка. И очень важно понять, чье это желание отношений с периодными. Ваша, если ваша, то почему, к чему такая спешка в плане серьезных отношений? Ну, опять же, вы здесь не раскрываете сроков, да, то есть, сколько времени вы общались, вот. То есть, никаких сроков конкретных вы не говорите. Далее вы пишите, что все было должно, все было должно решить встречу. То есть, вы друг друга не очень знали хорошо, и, значит, не зная друг друга хорошо, вы очень большое значение придавали именно, ну, именно речи. Данный аспект, когда люди придают много значения встречам, при таком дистанционном характере взаимодействия, очень часто бывает, что встреча оказывается, ну, действительно, не то чтобы провалом, но явно не тем, чего ожидали сами люди. Почему так происходит, из-за чего так? Ну, это связано с образом. То есть, люди на расстоянии, они представляют друг друга порой совсем не так, как, ну, какие они есть на самом деле. И вот этот момент, он достаточно важный, потому что вас что-то заставило уделять много внимания именно именно виртуальному общению, и что-то заставило вас чрезмерно нагружать встречу значением. То есть, вот, на мой взгляд, это здесь идет ваша мотивационная и эмоциональная нагрузка. Как мне, ну, как это видится мне, да, как это видится мне в такой инфире, я, соответственно, не претендую на истину, но тем не менее. И получается, что вы сами настаиваете на встречу, да? То есть, вы приезжаете в город к мужчине и, по сути, вынуждаете его с вами встретиться. Если я правильно понял вас. И на мой взгляд, на мой взгляд, вот с этого и началось то, что стало на человека давить. То есть, мужчина почувствовал, как бы, как бы, что вы берете в свои руки то, что происходит, и что он, мужчина, теряет контроль над ситуацией. Мужчина, если я правильно вас понял, такой достаточно серьезный, да, такой достаточно взрослый мужчина, и он, скорее всего, очень, ну, негативно воспринял то, что вы сами вот решили приехать к нему. Для него это означало потерю контроля. И он, возможно, видел то, чего вы хотели. Хотели вы от него, как я понимаю, секса, потому что говорите, что он гладил во многих. Вот. А мужчина убеждался, вероятно, в том, что вы еще ребенок. Ну, по его мнению, не говорю, что это именно так. Вот. По его мнению, вы ребенок, и что-то серьезное с вами строить, ну, наверное, мужчина понял, что вы не готовы. строить с ним что-то серьезное, потому что для него, вероятнее всего, для него слишком мало времени прошло. То есть на первую встречу вы возлагали чрезмерно большие надежды. Во-первых, нужно сразу спросить вас о том, чего вы хотели от этой встречи. Вы сами чего хотели от нее. То есть вы ожидали чего. Вы говорите, что встреча закончилась полным провалом, но чего вы ожидали от нее. На мой взгляд, это также очень важный момент. Потому что от того, чего вы ждали от встречи, зависит то, что вас привело на нее. А это поможет скорректировать ваше поведение в дальнейшем, чтобы вы не оказывались в таких ситуациях. Вот. Ну, по большому счету, у вас с мужчиной оказались разные представления о серьезных отношениях. Вот. Как это видится мне, по крайней мере. То есть мужчина, он, вероятно, сторонник такого более спокойного развития, да. А вы, соответственно, сторонник такого более динамичного. И мужчина посчитал, что этим вы нарушаете его привычную модель поведения, привычную модель жизни. И он побоялся, что вы его выбьете из клеи. Вот чего мужчина побоялся. На мой взгляд. На мой взгляд. И, соответственно, именно поэтому он вас и оттолкнул, получается. Именно поэтому он вас и отправил на такси домой. Вот. Конечно, это не точный ответ. Конечно, я не претендую на истину. Потому что вы довольно мало информации предоставили о себе. О мужчине даже. Понимаете? Вот. И я полагаю, что для того, чтобы вам получить более подробный ответ, более подробную картину, нужно все-таки поработать с психологом, возможно, приватно. Для того, чтобы все детали разобрать, если вам интересно, конечно, это. Ну, пока, пока, пока так. Дальше. Что можно сказать еще? Значит, видоса такая. Что-то такая. Значит, вы зачем-то почему-то пошли на сайт знакомств. Средством того, что вы учитесь в одном из самых успешных, ну, в одном из престижных вузов страны, как вы говорите. Подобный выбор, выбор сайтов знакомств несколько странный. То есть, получается, что в реальном, как бы, мире, в реальном коллективе вы найти себе мужчину, то есть, ну, найти себе партнера, любимого человека, вероятно, не не видеть возможно. По какой-то причине. Опять-таки. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это тоже нуждается в разборе. То есть, из-за чего так? Почему так? Что привело вас на сайт знакомств? Почему вы, ну, в реальной жизни, в реальной жизни отношения не строите? Что мешает вам это делать? Понимаете? То есть, на мой взгляд, вот эти вещи, они тоже очень важны. Вам нужно постараться понять, что привело вас туда, в мир виртуальных знакомств. Далее вы пишете следующее, что мужчина старше вас, значит, вам, соответственно, 22, а мужчине 36. Как видите, человек старше вас на 14 лет. Это довольно большой отрыв в возрасте. И я здесь хотел бы у вас спросить, значит, чем вызван такой выбор мужчины? То есть, почему человек настолько старше вас? Понимаете, когда люди выбирают себе партнера значительно младше и значительно старше, это всегда является, ну, некой такой проекцией. То есть, грубо говоря, человека в этом случае не воспринимают самого по себе. Того, кто постарше, воспринимают, например, как отца, как родителя. Того, кто помладше, воспринимают как, соответственно, ребёнка, да? То есть, это вот такая история. То есть, это всегда такой отголосок как бы детско-родительских отношений. И то, что вы говорите о том, что он волшебный, свидетельствует о его идеализации. То есть, вы, грубо говоря, человека идеализируете. Вопрос в том, почему вы это делаете. Может быть, у вас папа, как это часто бывает, не всегда, но часто, папа относился к вам отстранённым. То есть, вам не хватало и не хватает отцовской любви, отцовского тепла и заботы. И вы как бы тяготеете к такому типу мужчин, которые были бы для вас отцов. Как бы это выбор. Это выбор. Это ваш выбор. В этом нет ничего прямо-таки уж плохого. Вот. Но. Но. Это нужно понимать. Это нужно видеть. Это нужно осознавать. Для чего? Чтобы вести себя в соответствующем. То есть, если вы выбираете мужчину отца, то вам, соответственно, нужно, вам, соответственно, нужно принимать позицию, которая дополняет положение мужчины отца. Именно дополняет, заметьте, дополняет. Не конкурирует с ней, не противодействует ей, а именно дополняет. И дополнение здесь. Дополнение здесь. Это, если вы, вот, занимаете позицию такой, ну, видомой, да. То есть, если вы занимаете позицию такой девушки, которая, ну, хочет быть, как бы, ведомой, то вам в этой ситуации нужно меньше контролировать. Меньше проявлять, значит, ну, себя, меньше как-то брать все в свои руки, да. То есть, вот такая история должна быть. А у вас, у вас, что мы видим? Вы, вроде бы, хотите мужчину отца, но при этом вы сами берете постоянно развитие отношений в свои руки. Вот. А это, это так не работает. То есть, мужчины отцом, это так не работает. Мужчины отцом его девушка подчиняется им. А вы говорите, что вам надоело считать. Вы проявили неповиновение, да, и в итоге, в итоге он вас отпал. И очень важно понять, почему, почему вы проявили неповиновение. Понимаете? Очень важно понять, из-за чего так произошло. Почему вы говорите, что мне надоело ждать? Почему вы вступили в интимную близость, пусть даже и виртуальную, с человеком, и были готовы на интимную близость, как я понял, чуть ли не на первом свидании. Ну, фактически. Фактически. С чем это связано? Почему? Вот на эти вопросы вам нужно ответить. Потому что, если, например, вы испытываете, проблемы во взаимоотношениях с папой, то будет лучше, если вы эти проблемы разберете сами отдельно, а свое поведение в результате этого разбора анализа подкорректируете, и с мужчинами будете вести себя либо соответствующе, либо по-другому. То есть, ну, выберите более такой подходящий вам вектор поведения. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.